Дорогие слушающие, до слова сегодня. Хочу читать из послания к евреям 4 глава 12 по 13 стих. Слово Божие живо и действенно, острее любого бою до острого меча. Вскрывает оно истинную природу души и духа человека, проникая, как говорится, до суставов его и до мозга костей, и может судить обо всех намерениях и помыслах сердца. Ни одно творение не остается сокрыто для Бога. Все обнажено, все открыто взору его. Ему дадим отчет. Это новый перевод. Мне интересно, как здесь написано. Слово Божие живо и действенно. И оно, так сказать, знает все, что в человеке глубоко-глубоко-глубоко и вскрывает это. Интересно, Слово Божие надо читать. Слово Божие – это светильник ноги нашей, говорит Давид. Слово Божие – утром, вечером проникаться, вникать в него. Очень-очень важно. И мне хочется здесь еще прочитать слова Иисуса в последней его молитве, в так называемой первосвященнической молитве. Он говорит в 17 главе 17 стихом. «Освети их истину Твоею, Слово Твое есть истина». То есть Слово Твое. А где Слово Божие? В Библии. Слово Божие там по утрам, когда мы читаем Библию, когда молимся, Он к нам говорит, поцелает свои мысли. Слово Божие. Оно нас способно осветить, сделать нас чистыми, сделать нас такими, чтобы мы принадлежали Ему. Именно в Слове Божьем. Его надо читать. Оно живо и действенно. Оно острее обоюдоострого меча. Оно разделяет душу и мозги. То есть там, где у нас совершенно близко все, где мы не знаем, плотское или духовное. Вот там оно разделяет и делает нас способными понимать Его Слово, вникать в Него и учиться Ему. Интересно, некоторые говорят, я читаю Слово Божие, но не понимаю. Кто бы разъяснил мне? Это мы у этого эфиоплянина читаем. Он тогда читал Иезаев, он интересовался. Он приехал специально в Израиль. Он так себе там, ну, вникал, где-то, что-то есть у евреев такое особенное. Нашел эти свитки Исаия, читал, но и не понимает, но читает. И тут Бог смело свелился над ним, послал Филиппа. И Филипп ему объяснил, что дело в том, что Иисус Христос пришел на землю. Вот он пострадал, умер, взял на себя все грехи. И этот Иисус принимает Слово. Тут же идет, принимает крещение. Некоторые не понимают. Они просят тогда. И нужно уметь иногда объяснить это слово. Дать первый толчок. Не знаю, когда я покаялся, я начал понимать Слово Божие. Я понимал столько, сколько мне нужно было. Да, я не понимал всех, может быть, там, великих глубин каких-то. Но то, что для жизни я все понимал уже 13-14 летним мальчиком. Поэтому, когда мы читаем Слово Божие, оно нам открывает путь. Оно освещает нам путь. Или вот как дальше, в том же Евангелии от Иоанна, 8 глава, 31-32 стих написано. И так сказал Иисус, уверовавшим в Него иудеям. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно, Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть, если они познают Слово, если пребудут в Нем, не только один нас услышал, понял, возликовал, все было так здорово, постоянно вникать. Оно освещает этого человека. Оно делает его способным понимать. Оно идет все глубже и глубже и глубже. И знает, для меня это так дорого здесь, что оно живо и действенно вскрывает истинную природу души и духа человека, проникая до суставов его и до мозга костей. И может судить обо всех намерениях и помыслах сердца. Вот такое Слово Божие. Оно живо и действенно. И Иисус помолился в своей последней молитве. Ему было так важно, чтобы вот то время, когда он уйдет, чтобы те последователи его смогли Слово Божие передать другим. И те все, которые станут верующими, чтобы они были проникнуты вот этим Словом истиной. И чтобы истина их освобождала. Их освобождало, делало такими, как Бог их задумал в утробе матери. Ибо когда Бог задумал нас в своей утробе матери, Он, так сказать, предначертал нам путь в жизни. Чтобы мы стали Его служителями. Чтобы мы стали такими, как Он нас задумал, людьми по вот Его великой творческой задумке. Но человек берет другие, так сказать, руководства в жизни. Он не хочет подчиняться Слову Божьему. Подчиняется всему другому. И смотрит из его жизни, потом получается иногда враг. И тогда они каются к Богу. И вот эти люди, у которых разрушенная жизнь, они потом так стремятся возвратиться к тому, какими Бог их задумал. И вот я думаю, это так здорово, чтобы мы помнили, что Слово надо читать. Вникать в него. Просить Бога, чтобы Он тебе его объяснял. Чтобы оно было живо и действенно. Чтобы оно проникало вглубь. Чтобы оно проникало туда, где можно разделить все у нас. Чтобы убрать всякие мысли, которые были в нас заложены, не знаю, теми людьми, теми средствами информации. Которыми, чтобы убрать ему, мы могли свободно воспринимать Слово Божие. И чтобы оно делало нас свободными. Это так важно. И раз написано, что оно сделает вас свободными. Если мы познаем истину, то есть познаем Иисуса. Иисус есть истина. То это и будет так. Поэтому да будем уверены. И каждый день с радостью читать Слово Божие. Слово самого Бога. Оно будет нас изменять. Оно будет нас сделать, так сказать, похожими на Него. И мы за это благодарны нашему дорогому Спасителю. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok